Начнем, посмотрим, как вообще проходит установка платформы Bittrex. И пока у нас будет идти установка, я расскажу немножечко про платформу. Ну, сам процесс установки достаточно просто проходит. Если ставили какие-то компьютерные программы, то вам должно быть это знакомо. Я сейчас могу выбрать какой-то готовый шаблон, который идет в поставке, либо взять и загрузить такой шаблон из Marketplace. Вот, например, одно из решений, про которых сегодня Михаил будет рассказывать, оно как раз доступно в Marketplace. Marketplace, по сути, это такое место, в котором можно скачивать какие-то готовые сайты, готовые дополнения, расширения для ваших сайтов и так далее. Ну, здесь проще, наверное, все-таки зайти по ссылочке, что такое, и посмотреть. Я выберу старенький дизайн, пускай будет адаптивный шаблон, допустим, с вертикальным меню. Сейчас уже есть доступен новая версия этого дизайна, такой плоский, красивый. Всю информацию я оставлю, какая есть. У меня здесь домомагазин, интернет-магазин одежда. Ну, мы с вами сам интернет-магазин с точки зрения клиента практически не будем рассматривать. Мы будем смотреть, как работает с этим интернет-магазином администратор. Поэтому я сейчас не буду ничего здесь менять, оставлю все эти данные демонстрационные, как были. Просто буду нажимать кнопку «Далее», 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 «Далее». Все, пока у меня пошли настройки сайта, я сейчас, с вашего позволения, открою презентацию. Давайте, пускай будет вот это. Открою презентацию. Часть мы посмотрим с вами на слайдах. Часть функционала. Часть функционала посмотрим вживую. Вообще, что такое платформа Bittrex? Как это еще называется еще? CMS. Content Management System. То есть система для управления контентом. Специальная программа, которая устанавливается на сервере, которая позволяет управлять вашим сайтом, создавать какие-то разделы, форумы, опросы, ввести интернет-магазин, учитывать своих клиентов, смотреть, какие заказы они делали, отгружать эти заказы и многое-многое-многое другое. Такой вот шаблончик администрационный я поставил. Давайте, наверное, просто взглянем, как клиент видит наш сайт. Вот такая публичная страница, не касаемо доставки здесь, не касаемо доставки еды, о чем сегодняшняя тема. Ну, неважно, что у нас самое главное должно быть на сайте. Естественно, должен быть какой-то логотип, контактные данные, поиск, меню и так далее. Подвал. Ну, то есть весь стандартный функционал. Вы сами все это наверняка прекрасно знаете. Если мы авторизовались на сайте как администратор, то нам доступна вот такая вот панелька, панель администрирования, в которой мы можем создавать какие-то страницы, изменять страницы, создавать разделы, управлять структурой. Прямо отсюда, да. То есть такое вот меню. Можем открыть разделы и какие-то файлы перемещать по папкам и так далее. Мы с вами посмотрим, как это делается в разделе администрирования. Что еще здесь можно? Ну, можно протестировать какое-то другое решение, перейти на какой-то другой сайт, который управляется на этой же установке под системой администрирования. Ну и один из таких самых интересных инструментов – это вот мастер, не мастер настройки, а режим правки. Режим правки, который позволяет управлять контентом прямо из публичной части вашего сайта. То есть когда у нас вот этот ползунок включен, мы видим, что он зелененький, мы можем выбрать какой-то раздел, например, это пускай будет вот этот логотип названия магазина, и у нас откроется так называемый визуальный редактор, в котором мы можем изменить название магазина, например, это будет доставка пиццы. Да, что ж такое? И сохраним это. У нас название изменилось. Если мы упустили какую-то ошибку, мы можем отменить это изменение. И, в принципе, так можно делать с разными областями, которые у нас есть. Там редактировать меню, изменять товар или какое-то описание и так далее. Мы еще будем создавать сегодня с вами страницы и все это увидим. Второй раздел, о котором стоит договорить, это режим администрирования, в котором, в принципе, и будет происходить вся, наверное, такая основная работа именно непосредственно администратора сайта. Так, гляну сейчас. Звук есть? Насколько слышно меня? Звук есть. Видимо, у кого-то нет звука. Поставьте, пожалуйста, еще раз плюсики, насколько хорошо меня слышно. Если кто-то не слышит, то то, что я сейчас скажу, все равно бесполезно. Ладно, давайте продолжим дальше тогда. Ну, я надеюсь, люди перезагрузятся, те, которые не слышат меня. Раздел администрирования. Ну, что в первую очередь мы здесь видим? Это такой вот, так называемый, рабочий стол, в котором можно добавлять и убирать разные гаджеты. Например, информация о заказах. Если мы говорим про сайт доставки пиццы, то наверняка у вас будут какие-то заказы и общая информация, сводная такая по заказам, может быть здесь. Мы можем этот гаджет взять и убрать, и потом, наоборот, взять и добавить. Он у нас тут появился снова. Вот, можем перемещать их друг, менять местами и так далее. На самом деле, это такая панель, на которой можно получать какую-то оперативную информацию. Помимо этого, достаточно удобная штука, это избранная, куда можно перетаскивать те или иные разделы, закладки. Ну, например, если мы часто заводим скидки, хотим, чтобы эти скидки всегда были под рукой. Для того, чтобы нам не переходить в другой раздел, открывать меню скидки, выбирать скидки на товар, мы их просто возьмем, вот так вот добавляем в избранное, и на рабочем столе у нас всегда под рукой будет то, куда мы можем перейти. Что касается рабочего стола, наверное, все. Далее, контент. Раздел контент позволяет управлять файлами и разделами на вашем сайте. Что у нас здесь есть? У нас есть логическая структура и физическая структура. Логическая структура вашего сайта это то список файлов и папок в том виде, как они представлены непосредственно для пользователя вашего сайта. физическая структура это то, как тот список файлов и папок в том виде, в котором он существует именно на сервере. То есть такие вот папочки, такие файлики. Мы можем создать прямо здесь новые папки, новые файлы, создать новое меню, либо загрузить какие-то файлы, если нам необходимо. Посмотреть права доступа к тем или иным папкам и файлам для разных групп пользователей. Bittrex позволяет создавать разные группы пользователей, изменять свойства папки и так далее. Есть здесь фильтр, то есть мы можем отфильтровать файлы, которые ищем по какому-то названию, по дате изменения, по типу. Такие фильтры можно сохранять. То есть достаточно удобно, если что, найти тот файл, который вам необходим. Что касается самих файлов. Во-первых, мы можем проводить какие-то индивидуальные операции. Например, где у нас индекс? Наверное, вот здесь. Давайте попробуем скопировать этот файл. индекс.php Мы можем какие-то действия здесь, например, изменить название, сделать. Либо можем этот файл... Давайте сейчас я попробую его скопировать. Да, копируем. И он будет у нас называться чуть-чуть по-другому. Переименуем его. Сейчас еще раз. Переименовать автоматически. Пускай будет. Где он появился у нас? Да, вот у нас появилось даже два файла. Уберем сейчас вот этот файл. Удалить можем просто так. Отметив галочки, да, этот файл и нажав удалить. Мы можем совершать какие-то групповые операции над несколькими файлами. Надо то же самое там. Переместить их, изменить права, скопировать, либо архивировать. Ну и помимо этого можем прямо здесь редактировать этот файл. Здесь у меня откроется вот такой вот визуальный редактор. Что такое визуальный редактор? Ну, такой инструмент, наверное, уже всем знакомый. В принципе, как в Орде. Мы можем изменять там размеры шрифта, делать жирным, нежирным, с наклоном на поселение, там подчеркивание, то есть, ну, какие-то такие текстовые вещи, оформление списков. Давайте попробуем здесь, да, написать, например. Ну, в таком виде. Можем сюда вставлять какие-то картинки, ну и так далее. Причем отображать это можем как вот именно в таком удобном для пользователей виде. Можем как исходный код, можем вместе, либо так. Ну, то есть, вариантов много разных. Как вам удобнее? Помимо того, что мы можем работать по-разному здесь с текстом и какой-то графикой, да, которую мы добавляем, там, картинки, например, будет пропишена, будет у нас прожатся картинка. Также здесь есть такая штука, как компоненты. компоненты это такие небольшие готовые куски кода, грубо говоря, уже собранные, которые достаточно просто переместить вот сюда. Таким вот образом, допустим. Сейчас. Ну, если два раза мы на них щелкнем, то откроется такая вот настройка. Вот здесь у нас, например, компонент топ элементов каталога, который будет показывать у нас, ну, соответственно, если мы смотрим тип инфоблока каталоги одежды, там будет показывать одежду прямо на страничке. Здесь, допустим, новости, значит, мы выберем тип инфоблока новости и, собственно, инфоблок новости. Давайте, например, сохраним это сейчас. Так, и попробуем открыть этот файл. Здесь он у нас должен быть. Да, то есть, вот у нас топ элементов каталога лучшей коллекции. Дальше мы вставили элемент блок новостей. Вот он у нас здесь, этот блок появился. И дальше пошел тот блок, который у нас там отшел. Тренд сезона. Еще раз, да, посмотрим, как это выглядит в визуальном редакторе. Вот так вот это выглядит. А, добавили здесь еще список. Давайте тоже посмотрим. Он у нас где-то внизу должен появиться. Ну, у нас этот список появился. То есть, достаточно просто редактируются страницы, создаются какие-то. Я думаю, здесь у вас проблем возникнуть не должно. Давайте перейдем дальше в администрирование. Посмотрим, что еще здесь может нас заинтересовать. Да, медиабиблиотека. Медиабиблиотека позволяет хранить изображение, какое-то видео, какие-то аудиозаписи, структурировано на вашем сайте. То есть, создают какие-то коллекции. Я назову сейчас самая простая будет. 1, 1, 1, 1, 1. Ну, можно выбрать какую-то картинку. Сейчас посмотрю, что у меня здесь есть какая-нибудь картинка. Моя фотография появилась. Можно воспользоваться множественной загрузкой, перетащить с помощью Dragon Rock несколько фотографий. И после этого, когда вы будете размещать, захотите разместить какую-то фотографию на страничке, надо будет просто выбрать ее в меню из вашей медиабиблиотеки. Далее, про что хотелось поговорить. Сервисы. Давайте посмотрим сервисы, которые есть в Битриксе. уже готовые. На сегодняшней теме нас больше будут интересовать какие-то опросы. Давайте попробуем создать какой-нибудь опрос. Сейчас создам. Группа осознанная. Давайте и будем пользоваться. Создам сейчас список опросов. Назову его просто тест. дата сегодняшнего числа будет по 18 активен. И теперь добавим вопросы для данного опроса. Вопросы пишем здесь текст. Пускай будет «Зачем?» текст вопроса и варианты ответов. Не знаю что. Зачем? Затем. Пускай будет первый вариант и второй вариант «Потому что». Опять же сохраним. Разные типы могут быть. Либо это радиобутон, либо чекбокс, если у нас множественные вопросы доступны и другие доступны. Варианты ответов в том числе и текстаре, то есть поле, в котором пользователь сам будет вводить вариант своего ответа. Сам будет писать, что ему вздумается. Так, применим сейчас. здесь у нас все готово. Так, готов, но готов у нас такой вопрос. Давайте сейчас перейдем на сайт и создадим страничку. Создадим страничку, которая будет называться «Опрос». Мы оставляем галку, мы сразу с вами перейдем к редактированию этой страницы и добавим сейчас пункт в меню. Левое меню последним пунктом пускай идет. Сейчас удалим и выберем среди компонентов опроса и голосования. Опрос и голосования форма опроса пускай будет и результаты опроса. «Сохраним». Так, теперь эти компоненты надо немножечко настроить. Мы выбираем идентификатор и результаты опроса. «Сохраним». Посмотрим, что у нас получилось. создался создался такой блок с опросом. Затем опрос не активен. «Сохраним». Сейчас его активируем. Странно, здесь написано, что активно. со временем что-то накрутил. «Сохраним». Пока Михаил будет выступать, что конкретно сделано не так, не знаю, в чем заминочка у меня здесь идет. Далее, про что еще хотелось бы рассказать, это про безопасность. Здесь я, наверное, уже перейду к моей презентации и перейду к концу, к слайдам, то, что касается безопасности и надежности. На самом деле достаточно много внимания этому уделяем. И наверное один из наших таких самых интересных инструментов это сканер безопасности. Вообще у нас достаточно много разных инструментов. Понятно, что сейчас безопасность сайта это такое один из самых основных вопросов. Многие беспокоятся, что их сломают. Что у нас есть? Во-первых, проактивный фильтр защиты вот атак. Во-вторых, свой встроенный веб-интивирус, который блокирует, если пытаются, грубо говоря, проникнуть вирус какие-то на ваш сайт. Аутентификация системы составных паролей. Очень удобная штука, когда персонал, который имеет доступ к вашему сайту, он авторизуется с помощью так называемых составных паролей. То есть первая часть пароля вводится им та часть, которую он запомнил, которую он знает, а вторая часть генерируется автоматически на специальном приложении, которое устанавливается на смартфон. И таким образом подобрать такой пароль просто невозможно. Очень удобная штука, сами достаточно активно используем. Рекомендуем пользоваться и всем нашим клиентам. Помимо этого много разных инструментов и есть такая штука панель безопасности. Сейчас мы ее с вами посмотрим. один из самых важных инструментов, про который я говорил вначале, это сканер безопасности. Это специальный облачный сервис, который извне, с удаленных серверов пытается проникнуть на ваш сайт, используя разные самые известные уязвимости и анализирует уязвимости вашего сайта и пишет в случае чего, что, где, какие настройки необходимо выполнить для того, чтобы злоумышленники не могли попасть на ваш сайт. Давайте попробуем запустить его. У нас здесь демонстрационный сайт, никаких настроек не производилось, все по умолчанию как было, так и работает. Производить эти настроечки обязательно надо. Если есть какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, в разделе Questions. так вот, уже пишет, что обнаружено угроз четыре, из них три критичные. сканирование у нас прошло и сразу вот такие рекомендации. Первое, что видим, уровень безопасности административной группы не является повышенным. Что делать? Необходимо будет повысить уровень безопасности административной группы. Уже пройти в настройки групп, группу администратора и там это сделать. Что еще рекомендуется? Пароль базы данных не содержит спецсимволов. Рекомендую добавить спецсимвол, чтобы пароль был надежнее. что касается лицензирования разрешено чтение файлов по URL, например. Необходимо в настройках PHP указать Hello, URL Falcon Off и так далее. То есть такой достаточно удобный инструмент, где все это можно посмотреть. Опять же панель безопасности. Текущий уровень безопасности начальной. Рекомендации сразу можно какие-то действия делать. Например, первая рекомендация была включить повышенный уровень безопасности. Отсюда можно это сделать. Что здесь еще у нас есть? Проактивный фильтр, веб-антивирус, двухэтапная авторизация, как уже рассказывал, защита сессии, редиректоров, защита от фреймов и так далее. достаточно обширный инструментарий. Самое главное, чтобы он был грамотно настроен. Для того, чтобы его грамотно настроить, существует вот такая помощь. Можете нажать и откроется документация, в которой все достаточно подробно расписано. Что делать, для кого и почему. Давайте, наверное, я пока прервусь, передам слово сейчас Михаилу, он расскажет свою часть и в конце я завершу вебинар и мы ответим на ваши вопросы. Так, Михаил, можно уже подготовиться. Переключаю. Ало? Да, Михаил, слышно? Я слышно, слышно, да, да, да. Я бы хотел с вами познакомиться. Собственно, меня зовут Михаил, веб-студии Ромза. Мы занимаемся тем, что делаем готовые решения под популярные ниши интернет-магазины, службы доставки и доски объявлений. Сейчас хотелось бы познакомиться с вами. Вы можете примерно написать, кем вы являетесь. То есть, у вас есть уже какой-то собственный бизнес, возможно, это как раз доставка еды или свой какой-то ресторан, и вы думаете открыть интернет-направление, либо его усилить, текущее положение, сменить сайт, например. У вас может быть только есть какой-то стартап, то есть, вы задумываетесь о том, чтобы открыть свою службу доставки еды и просчитывать риски, просчитывать стоимость, бизнес-план. Возможно, вы технический специалист при предприятии, либо партнер интересные решения, представьте, пожалуйста, ну и можно написать свой город. Я пока расскажу, кем являемся мы. На экране вы видите нашу команду. Чем мы отличаемся в других студиях? Мы одни из пяти студий, даже не скажем, семьи студий из десяти тысяч партнеров. Наш директор отметили знаком NFT, это признание за слуг BITX. И, в принципе, рынок готовых течениях, мы одни из его идеологов. о том, что не нужно делать все с 0 каждый раз, а лучше взять не раз готовый и потом получать ответное решение. Сейчас я открываю поле у нас, где вы пишете, чем вы занимаетесь. Итак, вот Ксения у нас пишет, что на стадии открытия, понимая, что свой сайт доставки, свой интернет, магазин доставки, служба сапкидой. Так, Ашот говорит, что делает сайт ресторана. Попрошу еще пропишите свои ожидания, что вы хотите получить от сегодняшнего нашего вебинара. То есть я скажу сразу, на что я могу ответить, а чего не будет, собственно, к этому я сейчас. И перейду к содержанию. Перехожу. Так, еще вижу, что вот партнер пишет у нас, что клиенты хотят сайт ресторана. Так, как удовлетворить клиента? Ошибки на начальных этапах. Ксения, частично этого коснемся, в принципе, коснемся и технической части, и маркетинговой. Так, Павел у нас представился, сам стекбук. Павел, можете сказать, собственно, чем вы занимаетесь, чего ждать от семинара, вебинара нашего. Так, а теперь давайте я перейду к своей части вебинара и начну рассказывать. Собственно, что у нас будет, о чем мы с вами поговорим. Про нишу идею. Первая часть моего доклада будет посещена особенностям службы доставки еды, особенностям в России и особенностям этой ниши. Мы поговорим, что чаще всего покупают, как делают выбор покупателей и какие маркетинговые инструменты необходимо использовать для успешного продвижения сайта и получения заказов. Частично коснемся ошибок. Второй момент. Все-таки, если мы начинаем стартовать свой бизнес, делаем свой сайт, то что лучше выбирать? Готовое решение, где быть индивидуальную разработку? О плюсах и минусах и того и того варианта поговорим. И в третьей части, то есть впервые в наших вебинарах мы продемонстрировали вам два решения наших, как пример по этой теме это Бонапетти и у нас тоже есть такой магазин. И покажем внедрение их, то есть это не просто с собой сделаны, на них работают сайты, то есть действующий бизнес, несколько покажем, то есть сравним и посмотрим, как они отличаются. Еще раз возвращаясь к пункту вопросов, если у нас кто-нибудь это написал. Так, вот ошибка сделать с нуля или купить. Ну, по сути, да. А мы вот этот момент разберем с вами. Так, еще у нас, к сожалению, имя не вижу, то есть, это, наверное, Павел у нас пишет, что занимается интернет-маркетингом, хочет понять, сколько может стоит делать сайт ресторана из галереи бить в цену. Это, наверное, имеется в виду из готовых решений. Маркетблэйс. Да, на этот вопрос мы ответим. Так, все, продолжаем. Теперь уже до момента вопросов ответов. Я не смотрю, что вы пишите, в процессе моего рассказа у вас возникают вопросы. Пишите их, мы обязательно с Никитой на них ответим. Так, переходим к моему докладу. Прежде всего, какие сейчас существуют тренды доставки еды через интернет? Готоваясь к вебинару, смотрела статистику, на 2016 год уже 56% жителей регулярно пользовались доставкой готовой еды на дом. Это 2016 год. Сейчас 2015 и можно говорить о том, что больше половины людей пробовали, а половина регулярно пользовались. Второй момент, это то, что доставкой занимаются сейчас все. Если раньше все-таки было разделение, это отдельные были службы доставки и рестораны, то сейчас все больше видно, что практически любой ресторан добавляет услугу еда на вынос, еда на вынос со статистикой. И с одной стороны, это хорошо, потому что если у вас есть хоть 10 кафе и ресторан, вы можете повышать свои приметы, чтобы пользоваться доставкой еды, удовлетворять эту потребность. А с другой стороны, плохо, потому что больше конкурентов. То есть у традиционных служб доставки еды. На Западе у нас уже где-то примерно на 10 лет они нас опережают, и там сейчас очень популярны облигайторы доставки еды, которые постепенно приходят и к нам в России. То есть уже есть несколько сервисов типа заказака, деревили клуб, сегодня посмотрим, которые облигируют предложения от ведущих ресторанов, от большого количества ресторанов, и предоставляют им со скидкой. или более удобно, то есть доставку еды. У меня вопрос к слушателям нашего вебинара. Для тех, кто пользуется доставкой, что для вас было самое главное? Может быть, это удобство? Может быть, это цена? Может быть, это то, что вы знаете, что еда будет качественной? Может быть, что-то еще? Можете сейчас написать у нас? Посмотрим. А может быть, просто лень, потому что не хватало времени готовить еду. Качество еды. У нас отбивают два человека и говорится, что качество еды и время доставки влияют. Безусловно, организация операционных процессов как с точки зрения готовки, так и с точки зрения времени доставки очень важно, потому что люди голодны, люди хотят есть и важно поддерживать качество. Так, вот у нас пишут, я думаю, у ресторана своя служба доставки. Может быть, такой вариант, что у ресторана своя служба доставки, но может быть вариант, в том числе, что будет использоваться какой-то агрегатор либо служба доставки на аутсорсинг. Есть службы доставки, которые специализируются на том, что они доставляют еду из ресторанов. Они аутсорс предоставляют, то есть делают качественный сайт, где представлены приложения всех ресторанов и со своей комиссией возят, которые они, видимо, для покупателя или, видимо, в зависимости от процессов. К чему я это все сказал? По какому принципу люди заказывают? Агрегаторы чаще всего делают ставку на то, что человеку будет удобно заказать, чаще всего у них есть мебельные приложения и выгодно, то есть через агрегаторы еще будет дешевле. При этом в арсенале маркетинговых средств службы доставки надо понимать, что агрегатор это не основной поток, это один из маркетинговых каналов. Сейчас идет тренд, что практически любой бизнес использует несколько каналов получения льдов, заказов, клиентов и с точки зрения службы доставки, то есть нужно понимать, что если вы открываете свой бизнес, как у нас как говорили, вакцины, заключить соглашение с одним из агрегаторов, чтобы получить на старте какой-то поток клиентов ту аудиторию, которая уже есть у них, не только раскручивать себя от нуля. Так, следующий тренд это то, что люди инертны. Если раньше все-таки люди относились с недоверием к доставке, сейчас все чаще люди считают заказывать доставку еды, кушать в стране. То есть в принципе мы привыкли к тому, что еду можно заказывать через интернет. И последнее, о чем я хотел сказать на этом слайде, это снижение чека. В начале снижения у нас была ситуация, что доходы страны и доходы людей падали, соответственно падал средний чек и сам упакованный спрос по доставке еды и потребителям потребительского спроса. Что для нас это значит? Прежде всего, что время не прощает ошибок и потребитель должны быть более выделены маркетинговые шаги, более выделены операционные деятельности, более внимательно. И это значит, что люди считают деньги, более эффективно выбирают товар, служить достатки. Здесь играет имя, бренд, качество, роль. Также для нас это важно, что с точки зрения ассетимента есть тренд в сторону понижения и нужно предоставлять блюда где-то по меньшим ценам, тем самым получать заказ. Эта аналитика у каждого может быть своя по бизнес-плану, по отрасли, по городу. Здесь конкретных рекомендаций нет, нужно считать. Давайте посмотрим дальше. Как часто заказывают доставку еды? Это то, что я и говорил. На 2016 год около 14% заказывали 2-3 раза в месяц доставку еды, 20% 1 раз в месяц, только 1 раз 15%, 2% 1 раз в месяц 1 раз в неделю чаще и были опасения 18%, кто опасался за качество и 1% не заказывал, но хотел бы. 7%. В принципе, мы видим, что если отбросить тех 18%, кто никогда бы не заказывал из соображения безопасности, у нас получается, что 72% так или иначе имеет потребность в качественной идее, вкусной. они хотят. Не всегда у них есть деньги, кто ни разу не заказывал, но хотел быть 7%, но тем не менее, потребность сформирована. И что же заказывают чаще всего? Как вы думаете? Это может быть суши, это может быть еда из стран, это может быть пицца, пицца, суши. Какие еще есть варианты? ВОК, ВОК, кто тебя? ВОК сейчас ВОК или в целом паназиатка, кухня, достаточно сейчас популярная набрали. Салаты. Вижу ответы. Так, переходим. Что именно заказывать? Наиболее часто заказывали пиццу, это тоже мне данные на 2014 год, на втором месте суши роллы. Более интересно, что на этом месте была такая узкая отрасль как шашлыки. Мы территориально находимся в Краснодарске и даже у нас есть проекты службы доставки, которые специализируются именно на доставке шашлыков. То есть у них в меню только шашлыки на выноске доставка по городу. кавказская пироги кухня ассетинские пироги, азиатская кухня, в том числе китайская, сейчас у нее гораздо больше потребителей, она достаточно популярно назвали лук, еда в коробочках, русская кухня на заказ, в том числе была. Для крупных городов с иностранными гостями это тоже имеет место, если переводить сайт на английский язык. Продолжим. Какие же ниши для быстрого старта, если открывать свой бизнес в сфере доставки запинать, то что у нас есть для выбора? Ну и конечно традиционно суши и пицца. То, что пользуется наибольшим спросом, там где наиболее понятен технологический процесс, там где у нас наиболее эффекта пиццы достаточно ограничено количества наинолайн, то есть ассортимент, и проще поддерживать качество процесса суши, то есть у нас все-таки больше ингредиентов и больше гораздо позиций наруктуруных. Но есть минусы, минусы это то, что много конкурентов. То есть большой крок, за который все борются. Еще есть возможность доставки ресторанов. Когда вы заключаете соглашение, делаете свой сайт, а по сути кухни вы отдаете на аутсорсинг. То есть доставки ресторанов. Это длина далеко не везде. То есть нужно смотреть на ваш город, ваш район. То есть насколько это актуально. Третья написала, что сейчас популярны узкие ниши. Это паназиатская кухня. Это волки, лапшарки, еще что-то. Восточная кухня. Шоки различные. То есть выбор узких ниши, которые меньше инкурентов, более нацененные приложения. Это может быть в том числе франшиза известного бренда. То есть и по сути за счет бренда мы получаем первых покупателей. Сейчас по такой франшизе, например, из того, что я знаю, это Dota Pizza двигается и предоставляет свои специализированные программы в течение IT. И, собственно, у вас уже готово сформировано какое-то маркетинговое приложение, уникальное такое приложение, то есть того бренда, который используется. В принципе, если мы говорим про Pizza, то есть это Papa John's, самые большие сети, то есть Sushi Demi, то есть под франшизы известного бренда. Ну, плюсы и минусы понятные. То есть плюсы, что выделены процессы, да, минусы, что определенные роялки, отчисления, ограничения. Так, ну и сюда я еще дописал, в связи с законом даже алкоголя, да, то есть в том числе, как у нас подают алкоголь под видом аллергии или под видом каких-нибудь алкогольных магнитиков, и сейчас достаточно популярным становятся там различные красоты, ну, то есть свалены местные. То есть участвуют тут тоже как варианты. В принципе, можно подумать еще какие-то узкие ниши и, собственно, открывать культуру для царкви юных в этой нише. Или именно для этих потребителей, каких-то специализированных. То есть, например, для тех же мусульман, да, то есть категория. Или, ну, у нас мало, то есть евреи, то есть кашельная какая-то еда. Можно подумать насчет этого. Сейчас открываю ваши вопросы. Так, пока мне писали. Переходим. Переходим дальше. Собственно, на этом я хотел бы закончить мой доклад, первую его часть, о Миши самой, и перейти непосредственно к головному показу того, что делаем мы в недвижении наших клиентов. И, в принципе, успешная служба доставки, суши, пиццы, да, и чем они выделяются. И прежде чем я начну, еще я обещал рассказать по поводу ошибок, по поводу маркетинга. То есть, что следует использовать, а что нет. У меня еще остался один слайд, вижу здесь. Забыл про него. Прежде всего, что нужно знать о маркетингу. Конечно, на любой службе суши и пиццы доставки есть определенные наборы. То есть покупателю тяжело сделать выбор в большом количестве, либо у него есть какой-то праздник, повод, например, космомаркетинга, 23 часа, свидание, что-то, и ему предоставить готовый выбор. Вот берите для своей девушки. Скажем, то есть набор для большой компании на день рождения. Да? Ну, кстати, также работа с потребителем, то есть не рождение. Второе. Ну, конечно, мы говорим про потребительский сегмент. Это SMM. То есть введение своей группы, ее раскрутка, проведение акций. Это один из основных источников получения клиентов и работы с повторной базой клиентов. И получение от нее обратной связи по поводу качества. Про агрегаторы я уже говорил с вами сегодня, что там все регистрируется, заключается влашение, можно с агрегаторами и получать аналогично. В отношении клиентской базы становится очень важным маркетинг с точки зрения повторных заказов. То есть если у вас есть e-mail, то есть можно какие-то блюда для недели, либо для тех, кто у вас уже был, кто заказывал, какие-то программы лояльности, какой-то закрытый клуб. Для примера, как у нас в Краснодарске есть такая служба доставки, как королевство пиццы, и у них клиентам выводятся определенные титулы за покупки. То есть партнер, графиня, герцог и привилеги. То есть это так они работают. То, что важно с точки зрения сайта, это профессиональное фото. Покупатель зачастую покупает глазами, когда у вас видят именно на сайте. И профессиональное фото это то, что вас продает. Есть специальная профессия, кто фотографирует, специализируется на фотографиях именно еды для коммерческих целей. И последнее, что я написал, это понятный контент. Условия доставки, оплаты, что пользователю не приходится об этом думать. И то, что обещал, мы начали задуматься о своем сайте, в чем плюс и минусе разработки на заказ по сравнению с готовыми решениями, о чем мы будем говорить сейчас. Прежде всего нужно понимать, что если вы начинаете делать сайт с нуля, то есть по индивидуальному дизайну, то это работа как минимум четырех специалистов. Это дизайнер, который нарисует, предварительно ваше пожелание, то есть оформить на графическом виде вид сайта. Это вестальщик, это уже технический специалист, который переводит сайт в код пока в простое HTML, чтобы показать примерно так это выглядит, так будет выглядеть во всех браузерах, корректно. И это программист, непосредственно, кто уже на этот скелет, то есть на агрессор растет, то есть и отдает вам законченное решение. И не менее рукой за всем этим стоит менеджер проекта, либо директор. Конечно, время этих специалистов стоит определять деньги. И мы получаем гораздо большую стоимость, там 150-200 тысяч больше. И второй важный момент, что, как и в любом адаптическом бизнесе, то есть здесь есть свои периоды спроса и периоды падения спроса. Нужно бы поставить на сайт оттек, там, до четырех месяцев. По сравнению с стартом, если ставать на готовность, то есть минуты, там, две-две недели. Следующее, о чем все понимают, это то, что если вы раньше никогда не работали с сайтами, то есть если вы не заказывали сайт, то ваши ожидания по поводу сайта и что вы хотите, могут не соответствовать тому, что вы в итоге получите. В лучшем случае это будет ваше творчество, а в худшем случае это любое творчество за ваши деньги. Поэтому мы апологеты того, наши студии, что нужно быстро стартовать на правильных решениях, получать опыт и потом уже по мере необходимости, если нужно, дописывать. С точки зрения готовых решений, да, это быстрый старт. То есть покупая готовое решение, вы можете в течение недели уже установить это решение, чтобы начать его заполнять, продвигать и получать первых клиентов. Второе, это то, что при этом вы, безусловно, экономите бюджет за счет того, что решение продается много раз, многим клиентам на основании он становится гораздо ниже, чем декабря разработка. Для примера это может быть 15-20 тысяч, по сравнению 150-200 тысяч по бюджету. Те деньги, которые у вас остаются, вы можете уложить как раз в движение, несмотря на маркетинг, о чем многие забывают, к сожалению. Так, ну и третье, это то, что также готовые решения возможно заработать потом. Вы видите, какие сайты запущены на это обращение, можете посмотреть, можете позвонить и узнать, работает ли их бизнес довольно дневным сайтом. Соответственно, у вас есть выбор, есть минимум рисков. И все время у решения, у платформы, которые делаются решения. В данном случае мы говорим про 1SbitX. Почему мы, как студия, выбрали когда-то писать на 1SbitX? Потому что по 1SbitX практически в каждом городе есть несколько студий, а часто их даже много, которые могут работать в BitX и дописывать код, что-то изменять, править, сопровождать цель. В отличие от код со своими писанными решениями, когда клиент становится заложником студии и строительства компании, что только студия может дорабатывать код приписок на код, собственно, на CMS в системе про инициативу написанную. У нас были такие случаи. Так, и от слов практики давайте посмотрим решения, внедрения и, собственно, примеры сайта. Так, я переключаюсь в браузер. В вопросах напишите, пожалуйста, как мне этот плюсик, что меня слышно, дайте обратную связь. Да, что вы еще тут, слушайте меня. Так, вижу Ксения, Семен, ответили, как минимум два человека у нас есть. Так, давайте продолжим. И если что, здесь указана моя почта, по вашей нише я собирал аналитику различную, можно мне написать на почту, вышлю вам аналитику, то есть в конце еще про это напомню. Итак, я говорил про службы доставки и агрегаторы. Например, я открыл Delivery Club, потому что это тоже сайт службы доставки, приложение сервиса. Здесь мы видим точно так же структуру сайта, нитки и банки. Особенности конкретно сервисов и агрегаторов есть какое-то сообщество. Видно в заказах. И если я сейчас перейду, ну, например, штырялся, например, я захочу заказать суши. Соответственно, ну, по-моему, 3 967 ресторанов. То есть и я буду видеть рестораны, ценность, средний чек, оценки, популярность и насколько они положительные официальные, насколько людям удается оперативно работать качественно, вовремя доставить продукты, без каких-то изъянов в процессе передавления еды. Собственно, здесь должны быть и вы, если вы начинаете свой бизнес, и вам важны клиенты, с точки зрения того, что нужно оперативно отрабатывать и эффективно получать прибыль. Так, теперь давайте рассмотрим несколько сайтов действующих служб доставки еды. На примере Красноярска возьмем и приближимся по их особенностям, которые я уже пересчитал, но теперь покажу это вживую. Например, служба заказа Альгами. Это у нас Красноярская служба. Мы видим, что все фотографии они персонально сделаны. На фотографиях вы видите, что есть определенные плашки, то есть рекомендуемые популярные, какие-то акции. Точно так же сверху у нас есть каталог. Можем пролистать. Стиль это минимальный и есть фильтр определенный. То есть выбирать блюда по именно наличию ингредиентов в составе. Почему это важно? Потому что кто-то не ест серверовую рыбу, кто-то вегетарианец, кто-то не любит что-то жареное вообще. Не жареные вещи. Да, то, что я говорил про наборы. Облегчить людям удалить своего тренировка. Набор топоративный. Набор желаний. Мечта, искушение. Смотрю, по-моему, раньше здесь было еще прям свидание. Ну, романтика. Есть такое романтика. Кстати, мы говорили про ниши, на чем зарабатывать. В том числе это может быть доставка обедов к различным компаниям. Обычно компания, которые занимаются высокой еды, в том числе, я видел, бывают, они составляют обеденный ланч. То есть заказ в такое-то время, то есть есть возможность заказать какой-то набор по таким ценам. То есть тоже вариант включения покупателя. Закрываю. Смотрим, например, в другую службу доставки. Суши-дом. То есть видим также возможность выбора фильтров. Да, то есть и предпочтение. Очистите, это крупный озвонок. Товары. Видим товары, которые хиты. То есть, собственно, здесь они охраны не только плашкой. Да, то есть здесь лентой охраны наш баннер. И дальше точно также видим меню. Ну и вот для примера, то есть было два сайта суши. Сейчас будет сайт пиццы. Меню, баннер с акциями. Уникальное предложение. Пицца-гигант. И, собственно, точно так же и сними различных пицц. Пасты и так далее. Сейчас давайте зайдем на сайт Marketplace и уже посмотрим то, что мы делали на наше решение. У меня уже здесь набрано, но можно набрать, чтобы увидеть. Вот. Bon Appetit. Адаптивный интернет-магазин вкусной еды и Bon Appetit Live. Никита еще не рассказывал про редакцию 1SBITX. Я не слышал. В целом, обычно интернет-магазины запускаются на редакции 1SBITX малый бизнес. То есть она стоит 2900 рублей. У нас отличие от наших шаблонов и одной из наших ТАГУТП, что для тех, кто только стартует по тяжелым бюджетам, есть возможность запускаться именно на Bon Appetit Live. Это редакция нашего шаблона, работающая на базе редакции Start. Она стоит 4900. И таким образом бюджет на Start бизнеса заключается, где-то примерно, смотрим, лицензия BITX плюс шаблон, это примерно, получается, у нас 45-50 тысяч. А здесь у нас получается лицензия плюс шаблон, у нас где-то 20-25 тысяч рублей, но при этом мы ограничены функциями. Конечно, всех тех вкусных функций BITX, которые есть для Small Business, у нас нет. Но иногда важно стартовать, а потом уже обновляться, переходить на более чревовесные решения, более начиненные, так сказать, функционалам полезным. Так, что мы здесь видим? Описание, удовольствие, обсуждение, установка, поддержка. Возможность покупки. Переходим. Непосредственно вот так выглядит наше решение, которое я сейчас показывал, называется Bon Appetit. Что у него похоже с теми сайтами, которые мы сейчас с вами смотрели? Смотрите, точно так же у нас большой телефон для заказа. Собственно, что человек увидел, позвонил. Можно написать какое-нибудь положение, Голодин, звони. Можно сделать, чтобы человек сам перезвонил. Можно заказать звонок. Так, видим заказ, видим информацию про нас. Я говорил, что должны быть понятны пропислены условия доставки, информация компаний. И точно так же видим каталог. Каталог и маркетинговые возможности. Это блюдо дня. Потому что я говорил, что можно работать с потомными клиентами, либо, скажем, просто устраивать акции. А тогда это может быть полезно. Например, в качестве блюда дня можно использовать те блюда, которые готовятся из каких-то товарных отставков, которые у вас остались. Что-то осталось у вас, закладивающие не планировали, но в инведиенте есть срок годности. То есть можно сделать блюдо дня какое-то по сниженым ценам. И, возможно, это повысит продажу. То есть меньше, кстати, инведиентов, которые уже не были использованы для приготовления еды и их продаж. Видим точно так же блок хиты. То есть самая популярная еда. В том числе, вот, есть с молитвами, мы можем выбирать специи неострые, либо умеренные, либо очень острые. Если вы были в Таланде, то есть говорили в No Spaces, то знаете, что обычно, когда так говоришь, все равно те кто носится очень острое. У всех разные восприятия. То есть для них No Spaces, для нас это острое чаще всего. Так, можем открыть полностью этот блок. Видимо, видим все описание. Точно так же есть у нас баннеры, определенные баннеры, которые можно использовать, менять. Ну, кстати, это вот ребят, как раз малый бизнес. И есть лента с блоком хитов, новинок. То, что мы рекомендуем. Мы можем изменить. Смотрите, не изменяется. Ниже я вижу блок, как это работает. Это, собственно, инструкция для пользователя. Руночь то, что будете видеть, положить в костюм, встречайте приятного курьера. Важно оговориться. То есть все, что я вам показываю, все это подается изменению. То есть под вас, под ваш контент, под ваши какие-то маркетинговые возможности, ваши конкурентные преимущества. Это не строго зашито. И сайт вообще отрабатывается. Так, ну, здесь может быть. Здесь у нас наш логотип. Может быть это клиенты. Отзывы. Клиентов и какие-то новости. И снова еще раз повторяемся с каталогом. Информация у нас. В подвале, собственно, повторяем информацию, как мы работаем. Технически. Технически сразу оговорюсь, что здесь важно. То есть здесь есть флот-дизайн. То есть плоский дизайн. И возможность менять темы сайта. Мы их видим. Я сейчас попробую применить. Да, применялась цветовая схема. То есть если нужно, можно сделать на заказ свою цветовую схему. То есть вместе с такими, вместе с нами. Так. Важно еще, что сейчас более половины пользователей заходят на сайт с мобильных устройств. Соответственно, важно, чтобы сайт корректно на них отображался. Пути у нас здесь два. Один путь – делать мобильную версию сайта. Второй путь – это делать сразу адаптивным сайтом. Адаптивным – значит, что он по умолчанию корректно отображается на всех устройствах. Это смартфоны, это планшеты. Ну, это какие-то, может быть, еще устройства. Покажу вам, как это работает. Может быть, вы можете сейчас тоже дойти по адресу fastfood.rondo.ru, экспериментировать. Может быть, что-то написать как раз вопросы какие-то, чтобы потом посмотреть и увидеть. Видите, то есть у меня уменьшился размер браузера и сразу изменились блоки. То есть их расположение. Примерно так он выглядит именно на мобильной. Если я сейчас начну еще больше узнать, что он будет. Вот, примерно так. Вот, собственно, окончили. Сейчас я наполню актуальный сайт. Главная страница. У нас, я говорил, что в орбинаре это отличается тем, что в первую очередь мы будем показывать сразу два решения, поэтому коротко пробегусь по другому нашему решению. То есть решение о новостоках. Оформили мы его в другом дизайне. Она тоже является адаптивным. Здесь мы видим немножко другое расположение элементов, но также видим акции спецпровожения, блоки и выбор покупателей. Здесь он у нас подгружается. Новости. Компания наших юношек. По дизайну, то есть это то, что нам просто у людей бывает так, что кому что больше нравится. Возвращаемся. Технически договариваюсь, что я хотел. Кстати, вот, доставка и оплата. Какие-то вот, у нас демоконтенторы запомнены. Есть еще такая технология битрис как композит. Что она из себя представляет? Она позволяет, простыми словами, выставлять область сайта и производительность. У нас она в решениях используется, что здесь, что в решении онлайн-спор используется. Давайте перейдем дальше. Что еще можно посмотреть на сайте? Давайте перейдем в раздел, например, пицца. Даже не пицца, а суши. Я перейду в ролл. Говорили с вами про то, что важен фильтр. Важно, чтобы человек мог выбирать, какие ингредиенты он хочет включать и ставить, а какие нет. Здесь у нас для примера все это заполнено. Огурец, авокадо, икра, кунжут. Важны какие еще элементы? Калорийность. То есть здесь у нас в карточке товара заполнена калорийность. И люди могут выбирать, в том числе, девушки или модели, следящие за собой, по калорийности. Я выбрал от 18 до 70. У меня показалось только один ролл такой. Если я выберу, то точно так же могу по цене выбрать. Могу точно так же выбирать по ингредиентам. Помидор, огурец. Вот нашлось пять. В составе помидор и огурец. Это то, что я вам хотел сказать по поводу фильтра. Кстати, если вы посмотрите, здесь у нас два вида отображения. Это списком. Кому-то может идти удобно так, если заказывать на большую компанию. И так мы выделяем. А если перейти у нас на второе решение, например, блюдо ВОК. Здесь мы видим, что здесь у нас другое расположение фильтра. Он у нас подцепил блоками. Сверху идет, то есть как на одном из сайтов подъявляем. Видим сортиролку, планование с некоторым рейтингом. И здесь у нас три вида отображения списком, блоками. Вот таким, как его сейчас есть. То есть с кратком очень описаемым. Можем выбирать, а сколько показывает. Теперь вот здесь есть также проценты. Возможность сравнения. Зайду в саму карточку товара. Собственно, что отличает службу дестарки. До заказа. Блюдо дня по отличной цене. То есть вы можете выбирать свои товары. Добавлять, если возможно. Это стандартный автомобиль. У нас полностью, кстати, по закону, указывается ингредиенты. Вес, половина, жир. Возможность написать отзывы. Бывает такое, что, например, в пиццах. То есть люди выбирают размер пиццы. Это тоже реализованно. Сосходим функцией . Может быть, Никита еще предложит и расскажет. Например, маленькая, средняя, большая пицца. То есть, как видите, цена тоже меняется вместе с размером. И то, что я хотел вам показать, я уже показывал немножко. Характеристики, которые вы можете добавлять. Например, рис со специями, острыми, не острыми. То есть, это может быть какие-то ваши продукты. Например, это много-мало сыра. То есть, или добавить еще какие-то ингредиенты. И говорили мы с вами про наборы. То есть, составлять наборы продуктов. Набор может быть в виде отдельной товарной позиции. То есть, это, по сути, одна товарная позиция, которую вы знаете себе стоимость. И для сайта это одна товарная позиция. Собственно, либо это может быть несколько товарных позиций, объединенные в одну. Как например, здесь. Давайте посмотрим. Вот. С этим заказывают. И можно все это купить. Сразу набором. У нас заказ добавился в корзину. Давайте посмотрим корзину. Наш заказ. Кто же оформит заказ? Видим, как мы платим. Здесь, уточню, что он длина, у нас для демо. У нас оставлены максимальные поля. Это фундамент битвис, который меняется. То есть, если вам нужна простая заплата. То есть, здесь можно в поличке все поля убрать. И я еще покажу у нас, как клиенты делали. И будет меньше. Ну, собственно, можно помнить заплату. По способу оплаты. Скажу, что в целом. То есть, идут чаще всего оплачивать наличие. Ну, то есть, ну, и банковскими картами высок, ну, скажем, процент оплаты. Чем выгоден процент оплаты банковскими картами? Это, прежде всего, то, что деньги сразу падают вам на счет. То есть, курьер не использует наличность, меньше риск, что курьер украдет. Есть минус, что есть у банков определенная комиссия, которая будет, если курьер напрямую будет получать оплату. Но, тем не менее, в поличке у всех служб сапки сейчас обязательно есть возможность оплаты банковской картой. Так, идем дальше. Так, показал, показал. Еще хотел бы показать вам возможности. Ссылка у меня сохранена была. Морепродукты. Кстати, вот. По характеристикам, да, то есть, у нас есть характеристики с прикидом восточными. То есть, можно добавлять, как пример, сейчас покажу, как изменяли наши клиенты. Пока, вот именно то, что с точки зрения самого сайта, это все, что я хотел сказать именно шаблоном. То есть, будет более интересно посмотреть, как это работает. То есть, на реальных примерах и на реальных клиентах наших. Для примера покажу кафе-ботель. То есть, запущено как раз на вот этом решении, которое я сейчас показывал. Вы можете видеть, что измена фон, измена цитровая схема, также измена главной страницы. То есть, тоже больше будет выведено главную сразу. Блок самый вкусный. Ну и, собственно, все. А если мы будем оплачивать... Вот у нас увидел товар в картинках. Посмотрим, как он будет уформляться. Тут просто у нас фиал, контакт на телефон, примечания и способ оплаты. Вот. Клиент изменил под себя. И также давайте зайдем в какой-нибудь каталог. Здесь, в картинке, вы видите, что не оставили возможности фильтра. То есть, фильтра по ингредиентам. То есть, здесь просто поставлены на товары. Второй, например. Второй манты. Вот здесь четыре штуки. То есть, и минимально описано. Вот так измена в карточках товара. Есть такой у нас сайт VH72. Western Housing House. Классный слоган. Голос не звони. Сверху мы видим бани. Мерси. Пятая пицца подарок. Маркетинг при заказе сайта 50%. Точно так же видим блоки. То есть, вот как раз наш блоки, который был. А также оставились. Как это работает? Собственно, девочка кушает. Так, и новости. Сейчас зайду, например, на пышном тесте, либо на тонком. Вот три варианта. Обычно называют американское или итальянское. Здесь более понятные потребители. Кто не знает. На пышном, либо на тонком. На пышном не заходу. Так, здесь уже используется фильтр. Вы видите, что ананас, базилик, бекон, болгарский перец, и членогрец, коррек. Очень много составит. То есть, прямо все это прописали в карточках товара. То есть, и можно очень строго по себе отректировать. Соус. Характерище еще. Острое детское и итальянское. Размер. Здесь размеры они вынесли именно по самым свойствам. Цель, например. Сейчас работаем. Ну, 35 мега размера. Выбираю. Видим, перечисленный вид. Возможно, здесь добавить что-то добавлять к заказу. Цель, есть еще что-то. Дальше, как у нас было. То есть, также здесь у нас будет заказа. И обращаю внимание, да. То есть, фотографии видите. То есть, я предполагаю, что мы вот эти свои фотографии. Потому что вы не можете побоитесь. Но ракурсы у всех фотографий будут просить. То есть, это главное специально. Так. Ну, например, свечать еще на Unidame проект. Именно вот на этом решении. Бакинский Вольт. В ресторан. Здесь они полностью изменили фон. Видите, другие фотографии. То есть, здесь у них картинки изменили. И, собственно, тоже здесь видите. Так. И, например, зайдем к вторым блюдам. Из мяса. Здесь по характеристикам видите, что товар заряден так, что мы можем их забирать. Выбирать только цену. То есть, нельзя выбирать по характеристикам. В том числе, сейчас смотрим по роллу как заряден. Вот. А нет. Это только вторые блюда. То есть, а вот для роллу мы можем также выбирать. Они нормально и зарядены по характеристикам. Да. И у меня еще один сайт остался. Я хотел вам показать. Вот. Пример сайта. И у нас даже есть отрыв клиента, который сказал, что да, сайт продающий, что дает. Понравилось ему SEO. То есть, он полностью запустил, что он будет доставки в Сочи. Вот. 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 Здесь тоже обращаем внимание, что полностью не лейтся картинки конки. То есть, вы видите, все это симпатично. Вот это наш остался. Так. Точно также каталог. И, что интересно, этот сайт работает как раз на редакции старта. То есть, на аналитической версии нашего шаблона. Здесь покажу вам, если я заказываю, что... Как оформляется заказ? По поводу доставки. То есть, дата времени, как можно скорее, либо к обновлению. Здесь у нас есть свойство, как на качестве персон сразу сколько вложить. Свойство у нас палочек, например. Вилочек. Способ оплаты. Вот у нас на лайтермском решении. То есть, нормальная оплата возможна через расчетный центр по основам. Это одно из ограничений. Лайтерские версии. Наличима либо пластикой карты по теменалу по турьерам. Тут тоже важно знать, сколько налички будет, сколько. И карты именно доставляются. То есть, видите, что здесь есть варианты доставки за... Как бесплатно. Самовылыскивая бесплатная высокоперемная сумма. Так и доставка 300-200 рублей. И галочки я прочитал и понимаю, что это все. А что там написано? Смотрим. Написано, что Сочи занимает второе место в мире, после Мехики, после этой тяжелости. Ну и, соответственно, условия доставки на определенные районы, какая сумма нужна для бесплатной доставки, или для платной, или для минимальной суммы доставки. Это редакция на редакции старта, работающей в мире, и используют на редакции малый бизнес. То есть, там есть модуль бизнеса, по доставке, там более интересно, более дипа, можно его настраивать, мотивировать. в том числе. Так, это я вам показал, показал, что хотел. И хотел я показать у нас на втором решении еще, на онлайн-сторе, тоже запущен сайт, он называется BonFood. Приятного аппетита. Т.е. также у них есть слаганы. Тут мы видим как раз категории товаров, либо все рестораны. Привычатель такой. Акции, спецпределожения. И, собственно, точно так же наши наборы остались. Еще выжить. Покупать карьеры. Акции по СССР. И дальше. Т.е. какие-то новости. Собственно, подведем итоги. В чем плюс запуск решений на готовых шаблонах на BitX? Прежде всего, что вы экономите бюджет и можете запуститься очень достаточно быстро. Т.е. в течение двух недель. Второй момент. То, что у вас будет большой выбор и минимум рисков. И, если вам ждать, вы сможете практически у любого партнера BitX в вашем городе. Т.е. можно на сайте BitX использовать поиск партнеров по городу. Т.е. и смотреть. И для сравнения, то есть, хотел показать еще в своей презентации по стоимости. Вот такая работа, она будет 50-300 тысяч стоить. Не включая еще цену платформы, BitX в вопрос и сами работаем. Если заказывать, делать на заказ. Где-то это будет аппаратно, даже если вы ориентируете в следующую отрасль, у вас большой бюджет. Ну вот, если опыта такого нет, и если нет чего-то по пониманию, то получится. То есть у нас смарт с половиной тысяч рублей. И покупается оно через Marketplace, собственно. Ну и мы тоже напрямую можем продать. Выбирайте редакцию. Малый бизнес-бизнес. В случае, если это полная версия решений. Либо, если это редакция старт. То выбираем любую редакцию, которую хотим. Старт стандарт. И в 10 статье есть отзывы, можно их почитать. В принципе, все, что я хотел сказать. И в конце, то есть вот пряники. Это что? Пишите мне на почту. www.shufel.msobache.ru Я вам вышлю аналитические статьи по нише службы для садки еды. Службы для садки готовые. Интересные статьи. То есть в том числе помогут понять, в каком направлении вам создавать. Сейчас передаю слово Никите. Я думаю, мы вместе поотвечаем на ваши вопросы. Да, на самом деле это вопросов практически и нет. Если кто-то... Есть вопрос, то побыстрее. Ну, понятно. Я вот вижу вопрос от Ашота. То есть у вас есть решение для ресторана доставки. У нас как раз вот то, что я показывал. Сейчас покажу. Вот еще наблюдение Балькинский дворик. Это как раз и ресторан Балькинский дворик. И у них есть в том числе службы доставки. Вот под службы доставки они сделали вот такой сайт. При этом это редакция Малый бизнес. Если вы в курсе, то есть у BitX есть еще такое понятие сайт. То есть каждая лицензия позволяет им делать два сайта. Два разных сайта. И потом можно докупать на лицензию, а сайт это будет меньше по цене, по затратам. Так вот, здесь используется редакция Малый бизнес. И в качестве одного сайта используется сайт службы доставки. А в качестве второго сайта это сайт визитка самого ресторана. То есть по другому адресу находится. То есть там как раз идет просто брендовое описание ресторана. То есть просто доставка идет именно на этот сайт. Ашот прокомментируйте, ответили на ваш вопрос? Не ответили. Да, Ашот прокомментируйте, да. Никита, я помню, что ты хотел еще что-то рассказать. На самом деле я хотел про лицензию рассказать, но ты уже, в принципе, про редакцию. Но я думаю, что можно показать на базе презентации, потому что редакция больше, чем я назвал. Да, давайте. Открою и так будет. Я сейчас вот так, в двух словах. Сейчас секундочку, переключусь на себя. Еще немножечко про битрикс. То, что показал Михаил, это было готовое решение, которое работает на платформе битрикс. И вот про редакции этой платформы хотелось бы рассказать. Я не знаю, Михаил может подскажет сейчас. Ваше решение на каких редакциях работает? Наше решение работает на всех редакциях, начиная от редакции Start. На редакции Start или Standard работает она в ландерском, в ограниченном режиме, но с тем же дизайном. На редакции малых бизнесов в полноценном функционале. Ну, собственно, чем отличаются редакции друг от друга? Это разные наборы модулей. То есть, если в редакции Start это какой-то минимальный набор модулей, самая маленькая редакция – это первый сайт, который можно приобрести только через нашу партнерскую сеть. То есть, именно у партнеров совсем малюсенькая. Ну и, собственно, вот есть редакция Start, мы считаем, для начинающих сайтов. Есть редакция Standard, где больше функционала. Есть Expert, который вообще подходит для создания порталов таких крупных, не знаю, портал средств массовой информации. Возможно, она даже будет избыточна для сайта доставки еды. Для сайта доставки еды лучше, наверное, все-таки воспользоваться редакцией, в которой есть модуль интернет-магазин – это или малый бизнес, или бизнес. Ну, так что, наверное, у меня, пожалуй, что и все тоже. Ну, здесь я добавлю еще, Никита, что про редакцию Expert, здесь важно, что в редакции Expert нет модуля интернет-магазин, то есть, это больше для информационных порталов, поэтому, скажем, если мы говорим про интернет-магазин, про что-то связано с коммерческими бизнесами, то это все-таки больше ориентируетесь либо на малом бизнесе, либо на редакцию бизнеса, либо в ограниченном режиме, то есть, у меня есть несколько сроков, потому что они могут работать на более младшей редакции, а так, на Expert. И такой момент, может быть, пояснить от малого бизнеса и бизнеса, то есть, основные отличия? Отличия основные? Понятно. Ну, самое главное отличие то, что в малом бизнесе один тип цены, а в бизнесе их может быть несколько, плюс в бизнесе у нас там доступны некоторые еще функционалы, такой, как наборы и комплекты, допустим. В принципе, да, то доставки еды, наверное, это может быть актуально, если кто-то с наборами проходит. Ну, я здесь вот прокомментирую, что чем старшая редакция может быть полезна именно для доставки еды для вас. В старшей редакции есть такой функционал «Внутренняя счета», он позволяет начислять бонусы и введем за покупку, то есть, у них как бы внутренний счет управляет, то есть, они могут от какого-то количества рублей расплачивать и привязываться к вам. А к вам? Второй момент, то, что Никита сказал по типам цен, то есть, тоже можно в какой-то Mailbook делать, то, чтобы все реализировать по собой, ему показывается другая цена. В данном магазине обычно это используют, что одна цена оптовая и другая розочка. Ну, это если заниматься, например, не доставкой еды, да, скажем, а продажей клиентов. То есть, масса в порядке. Вот. И еще есть, ну, определенные маркетинговые возможности, там, рассылки. Надо смотреть подробнее на сайте BitX. То есть, кто находится и там прям есть возможность сравнить редакции. В сравнении редакции, да, модуль интернет-магазин, можно раскрыть и посмотреть их отличия. Вот. Наборы комплектов, да, это редакция бизнеса. Да. Наверное, такие самые основные отличия мы вам перечислили. Ну, на этом все. Всего хорошего. Спасибо, что были с нами. Записи, я надеюсь, в ближайшее время появятся на сайте. Все, Михаил. Спасибо, Никита. Приятно было с вами общаться. Взаимно. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...